В пятницу на поле детской спортивной футбольной юношеской школы Буйкань состоялся грандиозный фестиваль для всех возрастных групп, посвященный 14-летию дачи и 16-летию детской футбольной юношеской школы Буйкань. Свыше 300 детей в возрасте от 6 до 17 лет запомнят этот день надолго. Дети – наше будущее, а детский футбол – это неизменная составляющая здорового развития сборной, местных клубов, а также имиджа нашей страны на мировой арене. Нам нужны футболисты, способные открыть новую эру в истории футбола. Людям нужны примеры для подражания. Они хотят испытывать гордость за свою страну. Без детских школ с правильной философией воспитания, высококлассными специалистами и техническим оснащением этим мечтам не суждено сбыться. Футбольный клуб «Дача» и детский и юношеский спортивный клуб Буйкань этот вопрос волнует уже не первый год. С тех пор, как стороны пришли к консенсусу и сделали шаг навстречу своему будущему, заключив договор о совместной деятельности. Футбольный клуб «Дача» и триблый клубы «Дача» и код Мальчака, Спасибо. Дорогие дети, 14 лет это еще не тот возраст для клуба, но за эти 14 лет Дача добивалась успехов, выигрывала чемпионат, не раз становилась серебряным призером, бронзовым призером. Дача всегда по молдавским меркам выступает на европейской арене. Не устою повторять, что Дача каждый год играет много игр с соперниками международного уровня. Дача команда Дача это та команда, в которой есть дух и которая всегда стремится выигрывать первые места на всех турнирах, в которых она участвует. Этот дух мы вместе с нашими партнерами, с школой футбола Буякань, вашими тренерами пытаемся воспитать вас. Вы должны всегда бороться, всегда стремиться к тому, чтобы быть лучшими, первыми всегда и везде, и в учебе, и в спорте, и в жизни. Дача поздравляю всех вас с праздником и всех мы вас рады будем видеть в футболках первой команды Дачи. Каждому, каждого в свое время. С праздником! Начался футбольный праздник, стаскать, шести товарищеских матчей, в которых сошлись дети разных возрастов. Группы помладше противостояли ребятам на год, а иногда и два постарше. Несмотря на это, все встречи получились интересными, упорными и не всегда предсказуемыми. Для нас эти поединки носили больше дружественный характер, но никак не для непосредственных участников, которые бились и старались продемонстрировать свое мастерство, превосходство над остальными воспитанниками одной и той же футбольной школы. Как тебе понравился праздник, который сейчас был? Очень. Что можешь сказать вообще? Впечатления твои какие у тебя? Я не видел никогда такой праздник подшающий. Кого из футболиста Дачи знаешь? Бруно Симао, Геннадий Орбу, Сопо, Кочук, Мола, Камара. Часто приходишь на матчи Дачи? Да, Дача лучшая команда. Приятно видеть детей, наше будущее поколение, которые, как уже говорили, здесь рады были бы пополнить ряды нашей команды, одной и второй. Все супер, все очень приятно. Пожелать как можно больше побед на высоких рангах в европейских кубках футболистам крепкого здоровья, поменьше травм. Программу футбольного фестиваля продолжил мастер-класс футболистов Дачи и Дачи 2 Буюкань. Пожалуй, это главный, очень желанный приз для подрастающего поколения. Юные спортсмены провели практически полноценную тренировку, начав с традиционной игры в квадрат. Ребята затем отрабатывали удары, оттачивали технику и совершенствовали обманные движения, технику отбора, игру головой. На протяжении всего занятия взрослые игроки давали совету младшим дакам, обращая внимание на ошибки в технике. Кроме обучения за мастерство, спортсмены провели бесконечно длинные автографии и фотосессию для детей. Особой популярностью пользовались стражила команды Геннадий Орбу, португальский защитник Бруно Симау и темнокожий полузащитник Альфонсо Сопо. Это очень приятный для меня, потому что дети самые красивые в мире. У меня есть девочка дома и это было очень приятным. Счастливым, что я слушаю, что дети спрашивают в мою, что они хотят стоять рядом с меня. Это был очень приятный. Вначале, в путь, в Буиканске, я вижу, что они говорят, что они все равно говорят, что они все равно говорят, В этот день детская футбольная и юношеская школа Буйкань и дачи организовали праздник, масштабы которого даже сложно себе представить, подарив детишкам массу положительных эмоций, а также незабываемые моменты в их жизни, где они были в одной команде с профессиональными футболистами, а завершилось мероприятие подарками и сладостями. Великолепно, когда видишь только ребятишек с желанием играть в футбол. То есть это все приятно, потому что это все-таки наше будущее и приятно видеть, когда их очень много. Приятно, что делаются такие мероприятия, такой фестиваль, как будет сегодня, потому что опять-таки нужно вкладывать в будущее наше. Это должно войти в традиции, чтобы чаще делать приятное как детям, так и родителям и остальным, которые любят футбол. В даче 14 лет вы провели всю свою игровую карьеру в этой команде. Каким они для вас выдались? Какие впечатления у вас от них остались? За эти 14 лет я, скажем так, почувствовал разное, многое. Больше приятно, скажу так, потому что как-никак я здесь начал свою карьеру как футболист и закончил тоже в даче. И вернулся опять, но в качестве тренера. Мне это приятно и спасибо хочу сказать тем людям, которые помогли, чтобы я здесь оказался. Все равно в душе есть много чего, того, что связано с дачей. И это просто так, даже невозможно, чтобы оно забылось. Здесь приятно, приятно. И я надеюсь, что дача здесь не остановится. Дача будет и дальше, скажем так, покорять вершины, показывать хороший футбол, качественный и тем более результативный. Впечатления самые хорошие, потому что как-то давненько такого не было. То, что мы организовали на Баюканах именно правильно, там вот с Новым годом, это. А здесь, как говорится, непосредственно подчеркнутое сотрудничество дачи и Баюкан. То есть дачи, как сказал Руслан Иванович, задачи, которые решаются. Но мы, в принципе, тоже решали здесь на Баюканах, старались решать самые высокие задачи. И поэтому как-то сошлось это все, желание слилось воедино. Я думаю, получился, удостоверил праздник. В этот солнечный день футбол вдохновлял и дарил радостные эмоции не только детям, но и игроками, всем, кто находился на спортивной арене. И может, именно в этот день армия поклонников великой игры обрела новых своих бойцов. И главное, именно футбол подарил мальчишкам и девчонкам новых друзей и радость от общения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова